Hello People! Ой, ну конечно же Hello Runners! Патч 28.0 с сезоном 12 Public Energy, уже несколько дней на основе игры SnowRunner. Я плавно перехожу к главной фишке этого сезона, к тяжелому грузовику FEM37AT. Я уверен, среди игроков к нему будет приковано много внимания. По традиции напоминаю про важность подписок и лайков, и начинаю с внешнего вида грузовика. Субтитры делал DimaTorzok 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 Потому как FEM 37 АТ По своему потенциалу способен изменить как игровой процесс так и выбор для прохождения игры грузовиков Для того чтобы разблокировать FEM необходимо в регионе Северная Каролина выполнить Контракт по Забытый Ягант и из ветки контрактов администрация региона PineLine Из магазина грузовик отнесен к классу тяжей С баком на 340 к серийной подвеской, которой на самом деле альтернативы нет. Шинами 71 мое почтение диаметра, постоянным полным приводом и возможность установки дифференциала. После того, как вы соберете все улучшения для FEMO в регионе Северная Каролина и смежных регионах, если вы еще не начинали играть в игру, которые открывают еще двигатели, вам откроется возможность установки 5 силовых агрегатов. И вот это момент, на котором стоит остановиться подробнее. Обычно в обзорах я просто указываю мощность и соотношение мощности к массе. Но на самом деле надо понимать, что для создания иллюзии разнообразия и применительно к двигателям в игре иллюзии разнообразия надежностей, в игре у двигателей есть куча жестко прописанных коэффициентов. Один из них это потребление топлива. Но чтобы вы понимали в кавычках глубину иллюзии разнообразия, я перечислю все коэффициенты. Коэффициент критического порога повреждения, суммарная емкость урона двигателя, коэффициент изменения потребления топлива при уроне по двигателю, отколик, коэффициенты крутящего момента при минимальном и максимальном уроне, задержка торможения, максимальная угловая дельта скорости. Остановлюсь над этим поподробнее и заострю ваше внимание. Все эти коэффициенты являются жестко прописанными величинами. Это все создает иллюзию отличия двигателей, связанную с тем, как аккуратно и по какой дороге вы едете. И я не рассказываю о них, потому что все эти коэффициенты – это реакция на вашу манеру управления автомобилем. А вот максимальная задокументированная мощность двигателя – это прямое, не зависящее ни от чего значение. Вот здесь я дополнил таблицу коэффициентам расхода топлива, так как формально двигатели FEMO – это сначала комбинация разных ветвей двигателей, а последние два вообще уникальны. Но имейте в виду, что вообще расход топлива еще зависит от того, насколько цел ваш двигатель. Продолжим. Масса FEMO без дополнительных модулей – 26038. Мощность двигателей колеблется от 205000 до вообще максимальной для игры без модов мощности – 288000. Мощнее двигателей в стандартной игре пока нет. Соотношение мощности к массе скромное от почти 8 до 11 с небольшим, но это нормально для класса тяжей. Тем более, что при самой большой массе в игре эти соотношения ниже, чем у основного конкурента – ZIXO605R. Стандартные коробки передач, включая точную регулировку. Шпины 71-го диаметра для бездорожья. Три шноркеля. Только серийная подвеска. Стандартные лебедки. Дифференциал либо свободный, либо подключаемый. Но вот в разделе модулей кузова игроков ждут сюрпризы. Ну, во-первых, багажник на кабину с ремонтом на 260 и топливом на 140 единиц. Погрузочный кран, который спокойно встает с платформами на три погрузочных места. Кран повышенной мощности и длины и два бака на 1800 топливный и пожарный. Но самая главная деталь, которая и является по сути геймчейнджером – это бортовая платформа FEM на, внимание, четыре погрузочных места. При этом в любых вариантах компоновки в магазине прицепов доступен полный спектр прицепов для тяжей и полуприцепов на высокое седло. Но нас-то на самом деле интересует низкорамный прицеп, который при очень низкой посадке способен вместить еще четыре единицы груза, хотя и предназначен для транспортировки других автомобилей. Обратите внимание на тот факт, что ни в каких вариантах FEM не берет на себя ни Кунг, с возможными запасными колесами, не просто запасные колеса или колесо. Из важных входящих это, пожалуй, все. Теперь к стандартному испытанию. Но, внимание, я возьму два особенных для этого автомобиля двигателя. SBR6-250R1 и SBR6-250R2. Они различаются по мощности, потреблению топлива и суммарной надежности. Сделаю это для того, чтобы выяснить, а так ли критична мощность в случае этого автомобиля, или все-таки есть варианты сэкономить топливо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил субтитры создавал DimaTorzok 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 В плане универсальности в игре появляется грузовик, способный ехать почти так же быстро под нагрузкой, класть в кузов на 4 погрузочных места груз и точно так же быть эвакуированным без дополнительной мороки с прицепами. Что же касается двигателя R1, который отстает по мощности от R2, но все-таки очень похож на двигатель КЗГТ-8530Т. Да, с ним я минут на 5 застрял на сложном подъеме, но даже несмотря на это в обоих случаях я прошел маршрут без использования лебедки. До сели это удавалось только ЗИГСу 605Р, а из трехосных грузовиков вообще не удавалось ни одному из остальных. На самом деле весь ПТС нового сезона я откатал именно с двигателем КЗГТ. Не такая катастрофическая черная дыра для топлива и не такое критическое отставание от ЗИГСа, который до сели покоился на лаврах. Кстати о лаврах. Напоследок маленькая деталь к размышлению. На изображении слева направо. Фем с низкорамным. Суммарно 8 погрузочных мест с максимальной длиной груза 4. Далее ЗИГС с низкорамным. И ЗИГС ограничивает часть груза длиной 2. Суммарно 6 погрузочных мест. Пускай даже такая комбинация дает меньшую длину. А вот далее 2 автопоезда с максимальной суммарной вместительностью 12. Но в случае с ЗИГСами часть груза ограничена длиной 2. А вот автопоезд с Фемом мало того, что короче. Мало того, что в таком случае нет ограничений в 2. Так еще и такой сцепкой в одиночку управлять удобнее. И в этом случае длина почти наполовину низкорамного прицепа короче. А теперь вспомните единый прицеп на высокое седло на 8 погрузочных. И вспомните вообще про то, как с ним сложно передвигаться даже без груза. Да, тут еще могла быть картинка из двух Фемов с двумя низкорамными на 16 погрузочных мест. Но практика показывает, что часто излили некоторые участки пути приходится разъединять автопоезд и проходить их в рось. Ну может быть я просто не так талантлив, как иной игрок, который посмотрит это видео. В любом случае подытожу. Фем очень удачный грузовик. И он не является отдельным платным ДЛЦ, а входит в сезон 12. Даже несмотря на конский расход с максимальным двигателем и несмотря на сочлененную систему управления всего с одной степенью свободы. Даже при этом опрокинуть его можно только при максимальном выверте руля. Но даже в этом случае он устойчивее вестерн стара 6900 Твинстера. Табуретка лидерства зашаталась под Зиксом 605R. Теперь есть реальная альтернатива. И на этом все. До встречи в новых видео.